Вторая мировая война началась задолго до июня 41-го года. В 31-м году милитаристская Япония напала на Китай и более 500 раз использовала химическое оружие для уничтожения, по сути, гражданского населения. Китай в той войне потерял почти 30 миллионов человек. В 35-м году Италия напала на Бестинию, которая уничтожила треть населения этой страны. В 38-м году Германия, Польша и Венгрия разорвали на куски Чехословакию, поделили между собой, тем самым увеличили военный потенциал гитлеровской Германии и спровоцировали ее на дальнейшие военные действия. Тем временем советская страна все делала для того, чтобы упредить большую войну в Европе и для этого за 10 лет отстроили тысячи лучших заводов. Сделали все для того, чтобы изобрести новейшие виды оружия, которое в годы Отечественной войны показало себя блестяще. За несколько лет до войны был подписан пакт Молотова-Риббентроп, который позволил нашей стране оттянуть войну почти на два года и тем самым создать условия для того, чтобы крупнейшие заводы получили на свои конвейеры новейшие образцы оружия, тем самым обеспечили Красную Армию всем необходимым. И тем не менее, 22 июня 1941 года фашистская Германия, которая вела уже два года войну, которая обкатала все свои армии и виды вооружений, которая подмяла под себя всю континентальную Европу, сколотила армию 5,5 миллионов человек и бросила ее на Восточном фронте против советской стороны. Англия и Франция, которые максимально способствовали для вооружения Германии и направлению на восток, поняли, что они попали тоже в капкан. И в первые же дни войны Черчилль заявил о том, что он готов складывать свои усилия с советской страной. В то время уже Франция была повержена, ее расколотили гитлеровские вермы за 44 дня. Так начиналась большая бойня, мировая бойня, которую несла почти 60 миллионов человек и которая стала величайшей трагедией всех времен и народов. Наша страна, советская страна, сумела справиться с фашистской Германией. Фашистская Германия в плане Барбаросса планировала за 8-9 недель, по сути дела, за 3 месяца захватить нашу страну. Уже в августе на Красной площади планировали провести свой парад и поставить памятник фашистским захватчикам. 330 тысяч эсэсовцев получали по 330 гектаров русской земли и готовы быть нашими не только завоевателями, но и помещиками. Советская страна справилась с фашистской Германией, прежде всего потому, что был советский строй, была коммунистическая партия, было единство народа и тыла и фронта. Еще Ленин в свое время сказал, если война угрожает стране, страна должна быть хорошо вооружена, обучена и весьма патриотична. Вот мы все сделали после Великого Октября за 20 лет, чтобы вырастить поколение победителей, создать самую современную промышленность и науку и все сделать для того, чтобы расколотить самое большое зло фашизм, которое есть в истории человечества. Поэтому 21-22 июня, приходя поклониться Александровский сад и сюда на Красную площадь, мы вспоминаем всех победителей. Невозможна была победа без маршалов. 32 маршала и генерала лежат здесь, на Красной площади, они похоронены. Они командовали фронтами армии, армия обеспечила нашу победу. Они лежат во главе с самым талантливым полководством Жуковым, который принимал парад в июне 1945 года. Здесь похоронены Келдыш Королев-Курчатов, три русских гения, которые обеспечили ракетно-ядерный щит и уберегли нас от новой большой бойни, потому что они сумели в считанные месяцы и годы создать ракетно-ядерный паритет с Америкой и заложили ту основу безопасности, которая сегодня спасает Россию, а ее снова окружила новая Антанта во главе с американцами и натовцами и снова не только подвергают нас санкциям, но и испытывают злом, создав две пороховые бочки на Украине и на Ближнем Востоке. Мы должны прекрасно понимать, что нас никогда не оставят в покое, ибо всего 2% населения планеты проживает на огромной территории от Балтики до Тихого океана, принадлежит нам 15% мировой суши и 30% стратегических главных ресурсов. В ближайшее время будет война и борьба за ресурсы. Не случайно мы снова активно вернулись в Арктику. В советское время 5 полков истребителей МиГ-31 прикрывали Арктику от Мурманска до Дудинка и обеспечили нам полную безопасность. Сегодня снова восстанавливаем производство этого уникального истребителя МиГ-31. Работаем над 41-м. Но либералы и все это прихвостники натовцев по-прежнему утверждают, что не надо тратить деньги на оборону, надо тратить деньги на то, чтобы распродать последнюю собственность и новых нам помещиков и буржуев, уже иностранных, посадить на шею русского и других народов, которые собрал русский народ за 10 веков своего существования в единое централизованное и могучее государство. Мы считаем, что, поклоняясь великим подвигам наших отцов и дедов, мы должны помнить трагический июнь 41-го. Хотя наша страна имела в два раза потенциал меньше, чем фашистская Германия, ее обслуживали все самолеты, аэродромы, все заводы, все порты континентальной Европы. Тем не менее, государственная политика была настолько мудрой, мужественной и сильной, что обеспечила впервые тоже в истории за 4 месяца переброску за Волгу 10 миллионов человек и почти полутора тысяч заводов. Некоторые крупнейшие заводы вступали в строй через 10, 15, 20 дней на новых площадках. И создав эту базу за Уралом на Дальнем Востоке, в Средней Азии, мы уверенно потом ввели свой путь к той победе, которая обеспечила знамя Октября, знамя Ленина. Красный стяг и сегодня открывает любой парад на этой площади, кто бы как не пытался проповедовать русофобию и антисоветизм. Но я не устаю повторять всем, особенно молодым. Не забывайте, мы справились со всеми нашествиями в своей истории. Мы сумели под красным флагом Октября, а столетие отметим в ближайшее время, собрать распавшуюся и сгоревшую Первой мировой войне Российскую империю. Мы под этим флагом сумели создать лучшую науку, образование, классную социальную систему и подготовить самых храбрых, мужественных и талантливых командиров, солдат и полководств. И сегодня, когда нам снова угрожают, мы должны помнить, что они, Наполеоны, не Гитлеры, не справились с нашей страной. Нас в 91-м колотили антисоветизмом, русофобией и национализмом. В тройном флаконе это взрывало души, разрывало границы, уничтожало вековые связи и порождало тот бандеровский беспредел, который мы сегодня видим на братской Украине. И сегодня эта ошалелая компашка продолжает душить нашу страну. Наибольшей угрозой для страны является тройственный союз компрадорской олигархии, которая наворовала у нас миллиарды, которая хранит там, там их деньги, детки, тещи, там их яхты, там их самолеты. Сюда они едут, как на шабашку, зарабатывать и высасывать из страны последние деньги и ресурсы. Вот эта компрадорская олигархия, которая больше всего боится санкций и боится свои наворованные капиталы, готова обслуживать и русофобскую навальщину, и антисоветскую жириновщину. В одном флаконе эти три силы способны угробить и породить свой Майдан уже на площадях Москвы и других городов. Мы это видим, эти попытки очевидны. Но никогда мы не выберемся из этого тупика и омута, если не вспомним, почему мы победили в 45-м. Мы победили, потому что до этого одержали три гениальные победы. Победу за воссоздание сильного, могучего, централизованного государства под красным флагом во главе с Лениным и Сталином. Мы победили, потому что была проведена ленинско-сталинская модернизация, которая лапотную распавшуюся Россию собрала в великое союзное государство мирно и добровольно на основе труда, справедливости и дружбы народов. Мы победили, потому что выучили самое образованное и грамотное поколение и создали уникальную советскую научную школу и образование. Советское образование, русско-советская школа и сегодня являются вершиной достижения человечества. Мы победили, потому что перед 41-м была проведена Сталином мудрая политика по примирению враждующих слоев и классов. Все сделали для того, чтобы примириться и с кулаками, и с священниками, и с казаками. И в 41-й встретили единым сплоченным народом, который защищал свою родную советскую власть и великую советскую страну. Мы и одержали победы в космосе и мировом соперничестве, когда служили труду, а не мамония, неочередной наживе. Когда уважали своих предков и на знамена поднимали всех полководством, от Александра Невского, Дмитрия Донского, Александра Суворова и Михаила Кутузова. Всех. Ибо тысячелетняя история нашей державы, это история, прежде всего, побег и подвига. Победы дали нам все необходимое для мирного существования. Мы обязаны помнить это сегодня, накануне дня, когда была развязана бойня и когда фашизм напал на нашу страну. На мой взгляд, руководство страны до конца не осознало те угрозы, которые снова стоят за спиной и плечами у каждого человека. Оно опирается на Кудринщину, которая предлагает снова распродать последнюю собственность, обворовать пенсионеров, продлить на 8 лет пенсионный возраст женщинам и снова обслуживать иностранный капитал. У нашей страны есть уникальный опыт. Модернизация советского типа, она дала нам прорыв к победам, космосу и лучшие социальные программы. У человечества есть еще и опыт великой китайской модернизации рефонда Цианпина, где под красным знаменем китайской революции, знаменем октября марксизма, ленинизма, Китай добивается выдающихся успехов и, по сути дела, стал великой державой мира. Вот опираясь на лучшее, что было в нашей истории, мы должны двигаться вперед, выходить из тяжелого кризиса, сплачивать страну и добиваться снова новых побед. Я уверен, что победы будут, если мы сделаем правильный вывод уроки из своей великой тысячелетней истории, из той трагедией, которую принесла Великая Отечественная война на нашей земле, а Вторая мировая война практически всему человечеству.